Сегодня внешний государственный долг Украины 50 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы чуть больше 25. То есть у нас долговых обязательств по внешнему государственному долгу больше, чем ресурсов, которыми мы можем это погасить. Это первое. Ну, для примера, в 2013 году госдолг был 37 миллиардов. То есть он за это время вырос на 13 миллиардов. Понимаем, да? Это деньги, которые мы с вами будем отдавать. Это деньги, которые получены под специальные условия. Да, принятие реформ, уничтожение медицины, сокращение сети дошкольных и школьных учреждений. И так далее. Это мы подумаем. Продажи земли, ликвидации суверенитета в банковском секторе. То есть меняют, по сути, на фантики. Я согласен, дороги необходимы. Дороги это важный стимул развития транзитных потоков. Я у вас хотел спросить конкретно. Вот это вот великое будивництво, вот эти дороги, факторы, которые наблюдают люди, обычные люди в регионах. Большое строительство, обычно говорят там про пять школ, пять чего-то, стадионов. Но это фиксируют на место. Я знаю, что в Змеевском районе сейчас построят первую школу, которая еще была при моем рождении. То есть, по сути, выделены деньги на ремонт. Но я шучу. То есть это будет выдано, как, я не знаю, новая школа. Я не понимаю. То есть ее отремонтируют? Ее просто отремонтируют. Это же инициатива. Просто это облекли в красивую такую штуку. Раньше школы не чинились или сады, или не строили стадионы. Со всем уважением к вам, вот я сейчас бы хотел у вас спросить, как у опытного политика. Вот этот фактор, когда глаза видят то, что происходит. Но не каждый не подойдет к прорабу в Змееве, к прорабу, который руководит процессом стройки, и не спросит, а это Зеленский или это правильное просто распределение бюджетных средств. Все же, ну, то есть когда есть пиар большой, когда видно, что там происходит строительство или там ремонт школы, все понимают, о, наверное, это Зеленский красавчик. Вот этот фактор повлияет на, как раз таки, на местах во время выборов в октябре, если они, конечно, произойдут. На местах повлияют персоналии, в первую очередь, которые будут баллотироваться от той или иной политической силы. То есть на местах, где люди действительно могут достучаться и дотянуться до своего представителя, я имею в виду, до депутата сельского там или городского совета, совсем другие принципы отбора, да. И учитывая то, что Зеленский падает, да, его рейтинг падает, падает его партия, это скорее нисходящий тренд, это будет большим минусом для тех, кто пойдет от них. И насколько я знаю, сейчас у представителей, да, представителей, слуги народа, которые отвечают за выборы по регионам, огромная проблема, где взять кадры, учитывая, что поставлена задача, там, сформировать какие-то понятные группы в горсоветах, в облсоветах, в территориальных громадах. Это проблема, потому что, ну, вы на своей улице знаете всех, и кто на что способен тоже. И рассказать, что Коля парикмахер там сейчас делает что-то лучше, уже не получится. То есть, по сути, очень сложно сейчас найти человека, ну, то есть, профессионала, да, от которого президент Зеленский будет прыгать до потолка и выкурит весь Айкос. Ну, то есть, очень сложно. Я понимаю вашу иронию, но, во-первых, чиновники не растут на деревьях. Во-вторых, люди с опытом, они, как правило, имеют какую-то политическую позицию, бэкграунд. Если вы мне сформулируете идеологию, кроме слова «либертарианство», и про что вообще эта зеленая власть, да, кроме сдачи национальных интересов, то я думаю, что вы идейных сторонников будете находить все меньше и меньше. Просто люди не готовы себе признаваться в собственных ошибках и в том, что они были обмануты.